Приветствую вас на канале Советы от знахаря Травника. В книге Откровения в Библии, в главе 17, первых четырех стихах, описано о блуднице, о великой блуднице, сидящей на звере. Я не буду дословно это читать. Здесь блудница, одетая в золоте, вся в жемчугах, и сидит она на звере. Зверь. Все богословы веками рассказывали, что же такое зверь. Много трактовок. В наш информационный век, когда невозможно ничего утаить, реально, дела беззакония реально обнажаются. Сейчас все можно узнать, что творят власть имущих. Я хочу, чтобы вы представили джунгли. Пример будет жесткий. Вот лев поймал человека безоружного. Как вы думаете, как лев будет убивать человека? С какими-то эмоциями? Конечно, нет. Он равнодушно просто сожрет его в джунгли. Потому что это лев, потому что это зверь. К чему я говорю это? На самом деле зверь – ничто иное, как система общественно-политической формации в последние дни, которая будет просто, грубо говоря, людоедской, равнодушной к человеку. Она будет машина. Это система, это машина. Она не будет считать человеческую жизнь драгоценной, ценной. Это что касается зверя. А блудница – это реально то, что останется от церкви. Это уже не невеста Христова. Зверь, то есть система, будет использовать на самом деле церковь, якобы, эту блудницу для укрепления своей власти, чтобы показать всем, что духовность рядом с ним. Ну, какой-то, наверное, лидер духовный будет на самом деле. Много есть трактовок, но написано, что Антихристово сядет в храме, когда дела беззакония обнажатся. А когда могут обнажаться дела беззакония? Только тогда, когда все будут знать. Век интернета невозможно что-то скрыть. Аминь.